Школьная пора оставила след в жизни, наверное, каждого человека. Сколько же ярких эмоций мы пережили вместе со своими одноклассниками. Сколько радости, сколько печали, сколько переживаний. И как же замечательно, когда появляется возможность встретиться с этими людьми, с которыми ты прошел плечом к плечу все испытания спустя долгие годы. Репортаж Оксаны Перевозниковой. Их дружный десятый А снова в сборе. В этом году уже в пятидесятый раз. Традицию ежегодных февральских встреч выпускники Сергея Посадской школы номер 4 стараются не нарушать. А тем более спустя 50 лет, когда каждая встреча уже на вес золота. Десятый А-класс самый веселый, самый энергичный, самый бесшабашный и самый непредсказуемый. Это десятый А-класс. И я считаю, что наш класс по всем параметрам, наверное, превосходит все другие. Потому что у нас больше всего офицеров, больше всего, в общем-то, учителей и, в общем-то, хороших людей. На военных выпуск действительно оказался урожайным. Многие дослужились до полковников, а один даже выбился в генералы. Анатолий Ремезов окончил службу в ранге полковника, ветеран боевых действий. В его биографии есть эпизод, когда ему довелось говорить с Михаилом Горбачевым. Президент СССР позвонил на его пост во время августовского путча ГКЧП. Я узнал голос нашего президента, и он сказал, что поступила команда, что у вас идет уничтожение документов ГКЧП. Я сказал, извините, идет план уничтожения документов, представляющих историческую архивную ценность. Он говорит, давайте так, до особого указания я вам приказываю отложить все действия. У девчонок 10-го А воспоминания попроще. С кем за одной партой сидели, в кого влюблялись, за кого замуж вышли. Мы подружки по жизни, так соу-соу. С Любой мы даже родственники были. А помните, за кем за партой сидели? Да, с Олей Синенчиковой, она должна сейчас подойти тоже. Мы сидели на последней парте, были отличницами, практически все были отличницы. А кто-то о тайных чувствах воздыхателя узнал только спустя несколько десятков лет. И знаете, самое интересное, что вот то, что сейчас присутствуют у нас, вот ребята, да, они все говорят, а вы знаете, мы вас были влюблены в школе. Поэтому узнается все через 50 лет. Ольге Туликовой далеко любовь искать не пришлось. Будущего мужа Юрия она встретила в своем же классе. Окончив школу, они поженились. Родили двоих детей. Ну как в классе на ваш Аман смотрели? А мы не знали. Да, ну знали, но я не знаю, как смотрели. Это надо спрашивать тех, кто смотрел. Ну мы никого не обращали внимания, что там. Завидовали. Ну может быть. Девчонки завидовали. Ну конечно, такая любовь. У всех девочек сложилась не только личная жизнь, но и карьера. Люба Березнякова сейчас Мурзина. 19 лет отработала в родной четвертой школе. Потом 21 год воспитателем в детском доме. Вырастила двух детей. Оля Туманова, кандидат философских наук, до сих пор преподает в президентской академии народного хозяйства и государственной службы. Есть две дочери. В Москве, в Александровском саду, около Манежа, мы на какую-то экскурсию приезжали с классом тогда. А вот мы сажаем деревья, которые сейчас огромные, около нашей четвертой и одиннадцатой школы. Страницы классной истории. Пионерские линейки, субботники, выезды в трудовые лагеря, они бережно хранят в школьном альбоме. Каждый год в альбом добавляются новые снимки. Теперь уже с вечеров встреч. Юрий Мирошников, Оксана Перевозникова, Антон Каврижных. Программа «Утро». Ну а нам стало интересно, поддерживают ли связь со своими одноклассниками жители нашего городского округа. Поэтому мы вышли на улицы города и спросили у них. Вы скажите, пожалуйста, часто ли вы встречаетесь со своими одноклассниками? Ой, ну я в 20-м году выпустилась. В январе один раз раз виделась. А с кем-то поддерживаете связь? Общаетесь ли? Ну с двумя людьми, да. Давно уже не поддерживала. Лет 20. И не встречались с ними никогда? Нет, после меня встречалась, когда закончили школу. Да не очень. А после выпуска когда-нибудь встречались? Ни разу. Ну, по связанным с переездом из-за горы-региона, из-за связи. Да, поэтому. Поэтому. А не хотели бы видеть, встретиться? Да нет, почему? Можно было бы? Да поддерживаю. Встречаетесь с ними? Ну так, встречаюсь иногда. Скучаете по ним? Ну, ага же, конечно. Ну, а для тех, кому только предстоит выпуститься из школы в этом году, сейчас наступает самая напряженная пора. Пора подготовки к экзаменам. Какие новшества ждут девятиклассников и одиннадцатиклассников в конце этого учебного года, мы спросим у заместителя главы администрации Сергеева Посадского округа, начальника управления образования Оли Константиновны Дудревой. Оли Константиновны, доброе утро. Доброе утро. В конце декабря среди одиннадцатиклассников прошло итоговое сочинение. Буквально на днях девятиклассники сдавали собеседование. Как все прошло? Какие успехи? Все ли допущены? Ну, я хочу сказать, что в этом году у нас большое количество детей сдают экзамены за курс девятого класса. Это 2560 человек на 300 человек больше девятиклассников, чем в прошлом году, и 990 одиннадцатиклассников, которые будут проходить итоговую аттестацию. Если говорить по одиннадцатым классам, что уже состоялся основной период допуска к единому государственному экзамену, но понятно, что некоторые дети заболели, не явились на экзамен, кто-то не получил допуска к ЕГЭ, и у нас уже прошел и второй этап допуска к ЕГЭ, поэтому на сегодняшний день все одиннадцатиклассники допущены к итоговой аттестации, все получили зачет. У девятиклассников только недавно было собеседование по русскому языку, поэтому у нас есть, кто заболел в этот день, кто не прошел допуск к экзамену за курс девятого класса. Для таких ребят 15 марта будет второй этап допуска к итоговой аттестации. Надеемся, что в этот раз все выздоровеют, все сдадут, но если вдруг что-то опять случится, еще у нас будет один период допуска к экзаменам за курс основной школы. В общем, главное поднапрячься. Оля Константиновна, я знаю, что в Москве в школах немножко переходит на другой формат обучения, то есть непрофильные предметы отходят на второй план, и сейчас ученики занимаются по тем предметам, которые будут сдавать в качестве итоговой аттестации. Возможно ли переход на такой формат обучения в нашем городском области? Да, в Московской области с этого года тоже в нескольких школах эксперимент по такой системе обучения, по освоению учебной программы, потому что это должно делаться с 1 сентября. Составляется определенный учебный план для выпускников 11 класса. Конечно, это тоже у нас все впереди. И мы посмотрим, как это происходит, есть ли от этого польза, результаты. И я думаю, что со временем и Московская область тоже перейдет не только на эксперимент, а на постоянную вот такую систему обучения в 11 классе. Ольга Константиновна, родители сдавали пробный ЕГЭ. Для чего это сделано? Вообще сколько родителей пришло? Как это прошло все? Каждый год у нас проходит ЕГЭ для родителей. Для чего мы это делаем? Мы не проверяем знания родителей по предмету. Мы родителей знакомим с технологией проведения единого государственного экзамена. Как это происходит, начиная от допуска в аудиторию. Показываем контрольно-измерительные материалы. Заполняем бланк. Также рассказываем, как проходит видеонаблюдение. Показываем ситуационный центр, где видны все места, где будут находиться дети, а сейчас родители. Рассказываем о том, что человеческий фактор не присутствует при получении контрольно-измерительного материала. Все это приходит автоматически, сразу печатается, раздается. Что в этом году еще нового будет? Если раньше, когда дети уже написали работу в КИМе, они сдавали дежурному по аудитории, дежурный по аудитории переносил эти материалы в штаб, и там шла передача этих контрольно-измерительных материалов в Центр обработки в Москву. То в этом году, уже мы в прошлом году только были в эксперименте, в этом году в постоянном режиме, все работы, которые сдали ребята прямо из аудитории, будут направляться в Центр обработки для получения оценки баллов. Это правильно, потому что, мне кажется, родители... Человеческий фактор не... А родители, сколько их было? Где-то около 200 человек. Родителей было... Это внушительные цифры. Конечно, много было вопросов, задавали вопросы различные, которые в основном касаются непсихологического состояния детей. И мы объясняли родителям, самое главное, что ребенка учат, что приносить с собой на экзамен, как вести себя на экзамене, как проходит эта процедура, сколько времени отводится на тот или иной экзамен. А задача родителей самим пройти эту процедуру, успокоить ребенка перед началом экзамена, что все будет хорошо. Как учился, так и напишет. Так и напишет. Ну, потому что, мне кажется, что какой-то образ единого государственного экзамена такой создается немножко давящий на родителей, такой пугающий-пугающий. Да, да. Здесь камера, только черная ручка, паспорт. Самое главное, чтобы... В общем, все не так страшно. Не так страшно. Ольга Стантьевна, если конкретики определились ли с датами, какие экзамены когда будут сданы? Да, уже есть расписание и по девятым классам, и по одиннадцатым классам. Девятые классы начинают сдавать экзамен с 24 мая, и день основного периода заканчивается 17 июня. Далее у нас будут сдавать ребята те, кто заболел в период итоговой аттестации, ну или получил неудовлетворительную оценку. Для одиннадцатого класса у нас тоже определены даты, начиная с первого экзамена уже 26 мая, и заканчивается основной период 20 июня. Дальше так же, как и у девятиклассников, дополнительный период для детей, заболевших или не приступивших к экзамену по какой-то причине. Ольга Стантьевна, если есть какие-то цифры, какие предметы сейчас выбираются наиболее активно, сколько вообще экзаменов обязательно сдавать, сколько по выбору, ну и что сейчас, как говорится, в топе? Да, 1 февраля уже все дети, одиннадцатиклассники, девятиклассники определились, какие экзамены они будут сдавать, какие необходимы им предметы для поступления в высшее учебное заведение. Начнем с одиннадцатиклассников. У одиннадцатиклассников должно быть два предмета, это обязательных. Это русский язык и математика, или базовая, или профильная, в зависимости от того, куда будет поступать ребенок после получения аттестата и результатов ЕГЭ. И без ограничений предметы на выбор для одиннадцатого класса. Минимально четыре предмета. Два основных, обязательных, и два по выбору. У нас в этом году был случай, но потом мы работали с родителями, с самим учеником, который хотел выбрать 12 предметов для сдачи единого государственного экзамена. Наверное, он не определился с будущим. Наверное, но после того, как это очень большая нагрузка на ребенка, поэтому он может упустить свой шанс и не сосредоточиться именно на тех предметах, которые ему нужны. Выбраны шесть предметов. Ольга Константиновна, в топе какие предметы? Ну, как всегда, это общество знания. Более 50% детей сдают данный предмет. Дальше информатика. Век информационных технологий. Да, это сейчас очень важно. Химия, биология. И если говорить о самом менее популярном предмете, это география. Всего 46 человек из почти тысячи учащихся выбрали данный предмет. К сожалению, почему-то география никогда не пользуется популярностью. И если заглянуть немножечко в будущее, о самом приятном, что после экзаменов пора последних звонков и выпускных. Как будет проходить последний звонок выпускной в этом году? Будем ли мы отталкиваться от опыта каких-то ковидных ограничений? Или же все это будет зависеть от рекомендации Роспотребнадзора? Ну, на сегодняшний день также определены даты. Рекомендации Роспотребнадзора у нас по соблюдению профилактических мер. Но это не означает, что что-то будет перенесено. В обычном режиме, в традиционном режиме пройдут последние звонки, которые будут в нашем округе 25 мая во всех общеобразовательных учреждениях. И определены дни выпускных вечеров. Это уже по решению школы, по согласованию с родительскими комитетами с 24 июня по 26 июня. Ольга Константиновна, спасибо, что уделили нам время и пришли. А у нас в гостях был заместитель главы Сергея Посадского городского округа, начальник управления образования Ольга Константиновна Дудрева. Субтитры создавал DimaTorzok